Когда Самир Бакиев поступил в больницу, его жизни и здоровью угрожал ишемический инсульт. Счет шел на минуту. На снимке было видно, что тромб перекрывал кровоток в крупной артерии мозга. Пациента сразу направили в операционную. Мы выполнили комбинированное лечение, то есть на фоне проводивого тромболизиса мы выполнили еще механическую тромбоэкстракцию тромбы. И получили стопроцентный кровоток в зоне, где артерия была закрыта. Спустя буквально 3-4 часа после операции больного экстубировали, потому что все это проводилось под естественным эндорфиальным наркозом ввиду тяжести состояния и активности пациента в плане двигательной активности. На следующий день появились первые признаки регресса неврологии, то есть пациент заговорил. На второй день, то есть частично восстановились функции конечностей. И уже на третий, на четвертый день мы перевели уже в палату с минимальным неврологическим дефицитом. Врачи провели тромбоэкстракцию. Этот метод сегодня дает наилучший результат. Он заключается в том, что сосуд своего рода чистят с помощью тонкого гибкого инструмента и восстанавливают движение крови. Такая операция спасла Самира Бакиева. Хожу без палочки. На четвертый день уже встал. Нога работает, рука работает. Речь неважна. Мне сказали, что я быстро восстанавливаюсь. Тромбоэкстракция – это высокотехнологическая помощь. Она способна изменить ситуацию, связанную со смертностью от инсультов. Кроме того, тромбоэкстракция позволяет избежать инвалидности, а значит, после инсульта пациенты будут быстрее возвращаться к нормальной жизни. Мы уходим от тех, скажем, уникальных эпизодических операций, которые, безусловно, мы тоже делаем. Но выходим уже на плановые вот эти вещи, которые поступил пациент, есть показания, уже автоматически делаются все необходимые процедуры, делается операция. Та же вот эта высокотехнологичная. Если в прошлом году мы начали примерно где-то в течение полгода сделали три таких операции, тромбоэкстракция, операция достаточно сложная, высокотехнологичная, операция, которая даже в ведущих учреждениях, центральных институтах в Москве делается штучно. Вот в том году мы их сделали три за полгода, но уже с начала этого года мы сделали тоже три. Поэтому я думаю, как раз количество их будет увеличиваться. Несмотря на то, что все-таки расходник для нее очень дорогой. Сабир Бакиев восстанавливается после операции. Его семья благодарит врачей, которые спасли близкого им человека. Зашел вопрос вот об этой операции, потому что мы были готовы как бы на все. Я, если честно, не знала, что у нас такие операции проводятся. Сказали, давайте попробуем. И мы попробовали. И все получилось. Понимаете, это просто чудо. У Самир Бакиева двое детей и пять внуков. Все они ждут его домой. Самир надеется, что когда его выпишут, он снова окажется в кругу своей семьи, будет заниматься внуками, а еще любимыми делами – музыкой и физкультурой. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...